Дмитрий Левусь, политолог, международник, директор Центра общественных исследований Украины. Украинский Мердиан подключается к эфиру канала Freedom. Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас видеть. Здравствуйте. Ну, смотрите, вот такой материал был у Венгрии. И хочется, конечно, вас спросить, наверное, общий вопрос. А потом, еще, если позволите, поговорим о так называемых консультациях, которые венгерское правительство предлагает произвести среди своих граждан по поводу Украины. Но глобально, почему Венгрия сейчас выступает настолько активно против вступления Украины в ЕС? Даже вот на этапе переговоров Урсула фон дер Ляйен сказал, что 90% уже требований и рекомендаций Украины выполнила. И тут прям Будапешт официальный включился на всю катушку. С чем связано это? Ну, я вам больше скажу, что на самом деле и те условия, которые оставались, которых речь шла в общих Европейского Союза, там формулировка относительно законодательства по национальностям в результате переговоров была сформулирована так, что Украина, например, требовала большей конкретики. То есть даже тут венгерская дипломатия через Европейскую комиссию, все-таки они сумели сделать настолько размытые формулировки, что даже непонятно, а что, собственно, приходится выполнять, каких условий достигать. То есть приблизительно как у наперсточников, чего какого результата не достигли, все время можно сказать, что это не так. Ну, кому-то приходилось играть с наперсточниками или с теми, кто вот карты показывает, у кого там какие цифры, вот эти вот такие разводилы на вокзале. Вот приблизительно так же сейчас работает венгерская дипломатия. То есть задействованы все усилия, то есть комплекс. Хотя еще на прошлой неделе, например, казалось, что возможно проблем на вот этом этапе до декабря месяца, до высказывания полным всем Европейским Союзом согласия на начало переговоров после рекомендации Европейской комиссии быть не должно, то объективно я думаю, что проблема действительно в том, что Венгрия не прошла свою работу над ошибками после Второй мировой войны. Это страна-реваншист. Страна, которая вместе с Гитлером воевала, но если, например, у Румынии и у Финляндии это был достаточно вынужденный шаг, то Венгрия была абсолютно сознательна. Венгрия не прошла работу над ошибками после вот этого имперского своего периода, когда развалилась Австро-Венгрия в 1918 году. и вот эта травма Трианона, которая якобы существует, она тоже очень сильно влияет, причем даже не столько на людей, сколько на политический класс Венгрии. А почему не прошла работу над ошибками? Потому что Венгрия, солдаты которой творили преступления на территорию Украины, оккупированной в том числе, как части Советского Союза тогда, оккупированной Советской Россией, тем не менее. Например, Корюковская трагедия, когда они уничтожили около 8 тысяч людей за несколько дней. И вообще ничего не произошло. Почему? Потому что они оказались в Восточном блоке, и Москва в Варшавском договоре, она прикрывала вот эту работу над ошибками. Поэтому я думаю, что все сугубо очевидно. И сейчас, когда выстроились, а это уже тоже очевидно, особые отношения между Орбаном и Путиным, и после его, после визита Орбана в Китай, где он встречался с Путиным, было бы глупо вообще это отрицать, хотя он там, конечно, тоже очень переживал, высказывал, мы, конечно, были настроены за нормальное развитие с Россией, отношения не получаются, то, естественно, что тут накладываются две абсолютные вещи. Одно – это выполнение таких нескрытых союзнических обязательств лично Орбаном, а второй момент – стремление части венгерского политического класса, вот те, которые вокруг Орбана, так сказать, сконцентрированы, на действительно реванш. И вот тут Закарпаттия действительно выглядит как та часть, которую можно было бы взять. А понятно, что в условиях, когда Украина станет членом Европейского Союза, это будет сделать, ну, во-первых, это теряет смысл, во-вторых, сделать это будет еще гораздо сложнее. Дмитрий, хотелось бы обговорить с вами еще один вот тут аспект. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Орбана, о котором мы говорили о блокировании Будапешта, начало переговора во вступлении Украины и ЕС. Процитирую господина Данилова. Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра Стефанишиной, которая непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какие это могут быть определенные компромиссы, по вашему мнению? Вот тут как раз и большой вопрос. Какие могут быть компромиссы? Потому что на самом деле до сих пор Украина пришла на эти компромиссы. И не идет же речь о том, что вообще невозможно образование на венгерском языке в Закарпатье. Образование на... Вообще надо посмотреть на Венгрию. Там образование на украинском или каком-то другом языке. Вот это вот, да, большая проблема. Тем более, что... Я думаю, что... Тут как раз то, о чем говорил Алексей Данилов, это то, что Украина готова выслушивать предложения. Но дело в чем? Дело в том, что на самом деле предложений-то и по сути нет. Потому что, по сути, венгерские замечания сейчас звучат неправильно. А учитывая то, что госсекретарь МИДа Венгрии Томаш Менсер вообще сказал о том, что... Уже после, кстати, заявления вот этого Данилова сказал о том, Менсер, что они будут проводить референдум, во время которого граждане должны ответить на вопрос, место ли Украине в Европейском Союзе. Это говорит о том, что никакие компромиссы на данный момент не нужны. Прошу прощения, можно немножко побуквоедствую? Я просто вот, когда эту статью читал... А вы это, пожалуйста, тоже прокомментируйте, если можно. Они как раз вот и говорят, что это не является референдумом, потому что там не будет вестись никакое наблюдение, никакого гарантии, собственно, легитимности этого процесса. То есть это так называемые консультации. Там около 8 миллионов избирателей как раз в них принимают часто участие. Вот абсолютно манипулятивная история получается. То есть это нелегитимный процесс, который якобы должен показать, что это не мы хотим против Украины, это как бы наш народ выступает против. Правильно? Вот такая у них задача. Да, однозначно. И, кстати, абсолютно укладывается во всю предыдущую историю. То есть, во-первых, нету конкретных требований. То есть они достаточно размыты. Это один момент. Второй момент. Все вот это вот то, о чем мы говорили, протаскивается через все возможные механизмы, в том числе через механизмы непосредственно Европейского Союза. И усиливается это все референдумом, который не называется референдумом. Для чего? А для того, чтобы, в общем-то, продемонстрировать действительно, что это поддержка и инициатива якобы такого глубинного народа, но при этом, опять же, все вот в рамках вот такой традиционной политики Орбана по отношению с Европейским Союзом. То есть демонстрация того, что... То есть все время возможность отступить где-то назад. То есть вот этот вот шантаж, к которому мы привыкли. Почему? Потому что после референдума, который юридически оформлен, это уже сделать очень тяжело. А тут сказать, ну вот так вот, это же консультативно, оно ни к чему не обязывает. И поэтому можно потом пойти на компромисс. Приблизительно так вот и шантаж Европейского Союза, кстати, не только по вопросу Украины, все время происходит с получением финансирования. То есть ставится какое-то условие, потом в ответ блокируется поступление денег Европейского Союза, Орбан, потом говорит, ну ладно, мы тут снимаем вот это, вот это, вот это требование, и потом приходят эти деньги. То есть вот оно приблизительно вот так и выглядит. Потому что референдум, да, это уже была бы история значительно тяжелее в юридическом плане. А так, да, а так все в традиционной вот этой связи. Хотя на самом деле, я думаю, что все-таки более жесткая политика по отношению к Венгрии со стороны Европейского Союза, она была бы действенной. И механизмы, в том числе финансовые, они на самом деле, видимо, есть. Я вот для нашей аудитории объясню, которая, возможно, не читала, да, там, статью об этой, об этих консультациях, раз мы уже международную повестку и Венгрию затронули, чтобы разобраться в теме до конца. Значит, Менцер, это государственный секретарь венгерского правительства, говорил следующее, вот фактически цитаты. Сейчас в Украине идет война, поэтому, если страна будет принята в Европейский Союз, то война будет перенесена в сообщество, перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов Европейского Союза также пойдет в Украину. Далее, речь шла о том, что... Речь шла о том, что у национальных общин в Украине отобрали существенные права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день. И, в общем, так далее, и так далее. Конечно, это является неправдой, как мы с вами разобрали, но, тем не менее, как нам выстраивать тогда отношения с официальным Будапештом, если мы понимаем, что эти все предлоги, как вот... Они просят законопроект о 70% обучении на украинском языке отозвать. Но это какие-то формальности, ведь они, по сути, видите, говорят о том, что вообще, если Украина вступит в Европейский Союз, то, как бы, все деньги уйдут теперь Украине и манипулируют как угодно. Как к нам выстроить отношения? Балансировать? Или только смена правительства, вот, Орбана нас может устроить в перспективе, чтобы они действительно не заблокировали наше вступление в ЕС? Ну, на самом деле, я думаю, что то, что говорил Алексей Данилов, вот с чего мы начинали, да, это абсолютно верно, да, это один момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Более того, мы видели, что на международных, на Европейского Союза мероприятиях, например, контакт постоянный президента Украины с Орбаном тоже присутствует, и это логично. Я думаю, что на самом деле гораздо эффективнее в данном конкретном случае эта работа непосредственно с Европейской комиссией и с нашими странами-партнерами, которые есть в Европейском Союзе. Более того, я могу уверенно сказать, что очень много стран Европейского Союза так с недоумением воспринимают причем уже достаточно много лет вот этот шантаж, которому часто прибегает Орбан по отношению к Европейскому Союзу, повторюсь, не обязательно абсолютно по вопросу Украины. И вот это выстраивание общей линии, оно поможет преодолеть подобные блокирования. Хотя, конечно, да, тут то, что Украина должна продемонстрировать полностью возможность к переговору и к переговорам и к тому, что Украина готова идти на компромиссы. Но и поэтому я думаю, что тут пока все выглядит таким образом. Ну, сейчас пока что Украина вот высказала в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны и в лице вице-премьера Стефанишиной по европейской интеграции то, что мы готовы к этим компромиссам. По идее, да, должен был бы быть ответ. Ответа пока что нет. Почему? Ответ вместо этого в области популизма и одновременно еще и просвечивается такое откровенное ну как такое паразитское где-то восприятие Европейского Союза со стороны венгерских чиновников, которые очень так уверенно заявляют о том, что да, вот видите, денег не будет. То есть это те деньги, которые наши, да, то есть на которые они рассчитывали. То есть речь идет не о развитии полноценной экономики Венгрии, не о том, что Венгрия должна быть страной успешной. А речь идет о том, что... Какой-то попахивает. Просто как будто Кадыров это писал про Путина. Вот наши дотации, вы что хотите их лишиться? И давайте плевать на права и на все остальное, потому что не дай бог мы лишимся дотаций. Да, Дмитрий, огромное вам спасибо за то, что разъяснили эту непростую ситуацию с Венгрией. Будем надеяться, все-таки, что нашему МИДу и нашим дипломатам удастся пробалансировать в этом вопросе, потому что соседи не выбирают, скажем так. И вот живем здесь и в этот момент исторически, нужно как-то с ним решать. Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» был в эфире канала «Фридем». Благодарим вас. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридем» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.